Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней презентации, видеолекции, точнее, это реальные газы. Следует отметить, что есть принципиальная разница между реальными и идеальными газами. В целом мы говорили, что такое реальные газы. Идеальные газы это когда каждая молекула рассматривается как материальная точка и отсутствует взаимосвязь, ну то есть притяжение, отторжение между молекулами этого газа, точнее притяжением. Соответственно, реальные газы обладают более реальными физическими параметрами, так как молекулы притягиваются друг к другу. Каждую молекулу, конечно, в термодинамике мы не будем рассматривать не как материальную точку, то есть отдельную молекулу мы не будем рассматривать. Но в целом мы будем рассматривать молекулы нематериальной точки, но в данном случае для упрощения будут рассматриваться как материальные точки. При практических расчетах различных свойств реальных газов находит широкое примирение отношения ПВ, деленное на РТ, равно С, которое получило название коэффициент сжимаемости. Это очень важный коэффициент. В чем его важность? Значит, коэффициент сжимаемости. Самым главным отличием является то, что газы реально сжимаются. Соответственно, плотность газов увеличивается, объем уменьшается, удельный объем, соответственно, уменьшается тоже. Соответственно, мы говорим о коэффициенте сжимаемости. В западной литературе коэффициент сжимаемости записывается буквой Z, а в постсоветской литературе записывается как C. Значит, так как для идеальных газов при любых условиях ПВ равно РТ, то для реальных газов коэффициент сжимаемости имеет различную зависимость. Вот, посмотрите. Это линия идеального газа. Соответственно, ПВ равно РТ у нас всегда равно не изменяется. Если мы говорим о других газах, здесь метан, кислород, водород, то отношение ПВ на РТ в различных точках давления, соответственно, разное. То есть, объем, температура не увеличиваются и не уменьшаются пропорционально. То есть, если мы говорим, вот при 200 мегапаскаль П200, ВРТ, отношение ВРТ всегда одинаковое. Для идеального газа это бы работало. Для реальных газов зависимость не совсем прямолинейная. К примеру, при 200 мегапаскалях, отношение ПВ на РТ абсолютно разное. То есть, мы говорим об очень низких температурах или об очень низких объемах. То есть, об очень больших объемах, удельных. И, соответственно, о других параметрах тоже. С1, коэффициент сжимаемости, выражает отклонение свойства реального газа от свойств идеального. Ну, это, в принципе, вы видите, да? Смотрите. По коэффициенту сжимаемости мы сможем определить параметры газа или пара в определенных точках. Повышение давления, понижение температуры, увеличение концентрации молекул газа и уменьшение расстояния между ними усиливает отклонение свойств реального от свойств идеального газа. Из уравнения клаперона Менделеева следует, что при любой постоянной температуре, зависит ПВ от П, должна изображаться прямой параллельной оси давления. Здесь показаны отношения начальной точки давления, ну допустим при 2 мегапаскаль, условно, от той точки, в которой мы ищем. Вот смотрите, соответственно мы говорим о том, что при 200 градусах воздух имеет не прямолинейную, а вогнутую линию, то есть не сказал бы, что это парабола. С уменьшением температуры этот график приобретает очень интересный характер движения. То есть смотрите, линия просто идет вниз, затем вогнутую часть, а затем поднимается вверх. То есть если бы мы говорили об идеальном газе, то линия была бы прямой, а в реальных газах такого отношения не происходит. Что принципиально отличает реальные газы от идеальных. Но для этого и придумали коэффициент сжимаемости. То есть этот коэффициент определен, соответственно, если вы будете использовать уравнение Менделеева Клапирона, вы должны внести корректировку на сжимаемость газа, которые чаще всего даны в книгах. Чем больше разряжение, тем с большей точностью удостоверяется уравнение Клапирона для любого реального газа. То есть чем ниже давление, тем более мы двигаемся в закономерности уравнения Менделеева Клапирона. Температура, соответствующая изотермой с точкой минимума на оси ординат, называется температурой Бойля. Изотерма, начинающаяся в точке Бойля, на котором протяжении будет прямой и параллельной оси абсцис. Здесь точно соблюдается закон P1, P0, V0, RT. Изотерма, начинающаяся в точке Бойля, то есть вот точка Бойля, на некотором протяжении будет прямой и параллельной оси ординат, то есть здесь точно соблюдается закон. Но это вот вы можете увидеть вот на этих линиях, то есть они параллельны, ну то есть не везде, но тем не менее там, где они прямые, соблюдается закон Бойля. Если вы рассмотрите, то это в районе единицы. Все изотермы, начинающиеся выше температуры Бойля, имеют вид восходящих ревых для воздуха, температура Бойля равна 54 градусов. В отдельных частных случаях известны законы изменения потенциальной энергии взаимодействия между двумя молеком. В зависимости от расстояния между ними и при наличии определенного количества экспериментальных данных может быть получено расчетное уравнение того или иного реального газа, в довольно широком диапазоне это понятно. Из-за сложности вычисления вириальных коэффициентов обычно ограничено расчетом первых двух из них. Точное уравнение имеет такой вид. Значит, смотрите, проведены эксперименты поведения воздуха при различных температурах и давлениях. Соответственно, сравнивая с уравнением Менделеева к Клапирону, мы добавляем коэффициенты, здесь допустим А и В, которые являются экспериментальными и они должны браться из табличных данных. Затем вы вставляете сюда, а затем уже вы говорите о реальном состоянии того или иного газа, ну или воздуха в частности. Уравнение Вандервальца, вы наверняка уже слышали, вы должны были это проходить, по-моему, на химии. Уравнение Вандервальца определяет как раз-таки состояние газов при определенных параметрах, да, реальных газов. Соответственно, это одна из первых попыток определения уравнения состояния. Здесь уравнение, вот уравнение Вандервальца. Значит, если в уравнении Вандервальца раскрыть скобки и расположить полученные величины по убывающим степеням удельного объема, то получим уравнение третьей степени относительно удельного объема газа. Да, изотермоса, уравнение Вандервальца. Ну, смотрите, вот, то есть, получается, если, допустим, мы посмотрели бы вот этот слайд, смотрите, на CH4, да, то есть метан или О2, мы имеем достаточно близкую корреляцию состояния идеального газа. Однако, вот, линия идет вниз. Не сходящая линия, а не восходящая. Ну, здесь следует отметить ученый. Вуколович Новиков в 1939 году предложил новое универсальное уравнение состояния. Приводит за свое уравнение автору учителя указанного выше явления силовой ассоциации молекул под влиянием межмолекулярных сил взаимодействия. В целом, по этой лекции все. Спасибо за ваше внимание. Продолжение следует...